Просто с объединенной панорамой. Вы только посмотрите на это. Ты тоже с таким сидишь? Друзья, всем привет! С вами снова Ольга. И сегодня Иван. Я начинаю, как и обещала, рубрику «Наши в Корее». И стартует сегодня у нас Иван. Иван, расскажи немножко о тебе. Меня зовут Иван. Я снимаю свой влог на Ютубе. Живу в Корее 6 месяцев. Учусь здесь в университете на языковых курсах. И сегодня буду показывать свой день. Рассказывать о своих приключениях, как я здесь живу. Это будет очень интересно. Погнали! Погнали! Это наш университет. На самом деле никакой надписи вообще о том, что это университет. Внешне никаких знаков. Просто нам скидывают адрес. И уже студенты говорят, как идти. Университет находится на этаже. То есть этот университет арендует целый этаж для того, чтобы сдавать эти данные помещения уже учителям. Ну, они не сдают, а учителя обучают языковыми курсами. А, языковые курсы, то есть, да? Это не специальность. Здесь на других этажах есть специальность. Ага. Сейчас зайдем, посмотрим. То есть, это такой филиал университета получается? Да, кампус. Или отдельно? Или это филиал? Это кампус. Кампус. А как называется? Камбок. Камбок. Это университет. Он вообще новый. Где-то с 2016 года, по-моему, открылся, если я не ошибаюсь. Привет, привет. Вот, еще. Смотрите, какая гравировка. О, даже в лифте? Да. В общем-то, в техноминжу точно такая же гравировка. То есть, вот тут на языковых только иностранцы учатся, да? Да, и обратите внимание, в основном одни русские. То есть, это какие? Двухгодичные курсы, получается, языковые? Не двухгодичные. Да, нужно взять минимум полгода этих курсов. В основном сейчас, в данный момент, люди всегда берут эти курсы для того, чтобы просто залететь в Корею. А-а-а. Потому что сейчас... Да, вот, кстати, вот эта тема самая интересная. Как попасть в Корею, что нужно для этого сделать. Это, друзья, такая дезинфекция, такая вот пушка. Я не знаю, что они там распыляют, алкоголь, да, или что? И он-то делает каждый день именно в это время. Ну, коронавирус, что ты хочешь? У нас идет класс, учитель что-то объясняет, важную тему. Ну, да, можно присесть. И расскажи подробнее, как тебя вообще угораздило? С чего это все началось? Я даже о себе не рассказывал на своем канале. Я просто показываю университет и показываю мне свою жизнь. А о себе не хочу рассказывать, потому что людям тратится время на рассказ о себе. Я из Москвы. Сколько лет? 20 лет. Играл в футбол 10 лет профессионально. Я до этого учился в Китае. Вернулся в Россию из-за пандемии, потому что там корона как раз началась, когда я полетел отдыхать. И возвращаюсь в Россию, все закрыто, Китай закрыт. А у меня обучение в этот момент там идет. И я до сих пор в России, ничего не происходит. Надо искать какие-то выходы, надо дальше продолжать развиваться. Китайский идет, но практики нет. Я подумал, надо искать страны, которые поближе к Китаю. Это Тайвань, начал рассматривать, и Корею. Зашел в Telegram чаты, и там очень много информации. Там уже чаты те, кто экспаты, то есть люди, которые делятся просто информацией. Где там в Корее это найти, где там в Корее это найти. Я начал лазить, лазить, лазить. И смотрю, в каком-то корейском чате девочка пишет. Я поступил на языковые курсы в Корее. Я такой, а что, Корея открыта? Я сразу пишу этой девочке, как поступил. Расскажи мне подробнее про этот университет. Что там вообще. Она мне скидывает все фотографии. Она мне скидывает данные, как, куда писать, что написать. И какие документы собирать. Я сразу пишу в эту компанию. Это не напрямую в университет. Этим занимается компания. Компания очень хорошая. Там куратор мне все объяснил, показал. Эта компания даже сейчас до сих пор уже поставляет. Это не гранты, а просто студентам. Помогает подать документы в университет. Они даже не брали комиссию. Они просто помогли мне поступить в этот университет. И я, то есть, какую сумму заплатил им, я до сих пор эту же сумму плачу за семестр здесь. Нет, вот ты лично сколько платишь? Я говорю, это зависит от времени года. Зимой дешевле, летом дороже. Зимой я заплатил, я полетел в кампус на Минжу. Там я заплатил около миллиона вон за семестр. Надо взять минимум два семестра. Один семестр три месяца. Вот чему я удивился. Значит, два, нормальная цена. Потом один семестр всего лишь три месяца. Я взял два семестра. И общежитие есть для двоих человек, есть для троих человек комнаты. Я взял для двоих человек, тоже оплатил на шесть месяцев. Вперед, да? Да, но за один месяц стоило двести семьдесят. Дести семьдесят, если брать за троих, то подешевле. И спустя три месяца я сразу понял, что на Минжу это не мое. Деревня. Ну, это деревня для тех, кто приехал реально учить корейский. В общем, друзья, что вам нужно сделать для того, чтобы поступить сюда на курсы в университет? Для начала написать вот в эту компанию. Они все сделают. Они все сделают за вас. Оплатить полгода или год? Оплатить полгода обучения. Обучение. Полгода общежития. Общежитие. И они расскажут, как сходить. Обязательно нужно идти в посольство, там, задавать тест на коронавирус. И самый тяжкий тест – это флюорография. Флюорография лёгких. Я в Москве это принимаю только в одном центре. Я не знаю, как это сделать. Серьёзно? Я не знаю. Это же такой пустячный анализ. Цена вопроса. Вот я живу в Казахстане, там, в России, неважно. Я захотела завтра прилететь в Корею на курсы. Сколько мне нужно базово вот сразу отдать? Сразу отдать за квартиру? Сразу отдать за университет? И сколько взять с собой? Я рассказываю такой самый лёгкий путь. Это лучше всего выбрать кампус на Менчжу или почём в этом университете. Потому что сейчас сложное время. И там дешевле и жильё, и обучение. Потому что в Сеульском кампусе обучение стоит уже лям 200, лям 240. Ну, на сотку оно обычно дороже. Начально у тебя... Какой был бюджет? Начально я потратил, я думаю, ляма 4, надо загадывать, бюджет. Это 4 тысячи баксов. Это плюс, я ещё посчитал, вместе с перелётом. А, ещё же билет. Перелёт же очень... Ну, там от Москвы немножко отличается. Если вы, друзья, с Дальнего Востока, там дешевле будет перелёт стоить. Насколько тебе и хватило этих денег? То есть ты заплатил за учёбу с этих 4 тысяч, ты заплатил за общагу, ты заплатил за перелёт. А на оставшиеся деньги ты ещё как бы здесь жил какое-то время. Вот, по поводу денег, я как только приехал, прошёл карантин. И я понимаю, что тут дорогое, что-то питание, что-то питание дороговато. Надо что-то делать, надо сразу искать работу. И всё, мне уже рассказали лайфхаки, что есть ближайшие тэкпе. Тэкпе – это не почта, она переводится как «почта», но тэкпе – это пункт загрузки и разгрузки товара на фурах. То есть огромная такая фура, там может быть товар до 20 килограмм, реально тяжёлые коробки могут быть. Одеваться некуда, деньги нужны, ближайшие работы никакой нет. Это на Минжу, это деревня, ты больше ничего не найдёшь. Спустя неделю моего карантин, я уже выхожу первый день на тэкпе, и я понял, что такое работа, что такое жизнь. Пойдём, ладно, а то скучно будет, мы тут сидим. В класс зайдём прямо? Да, конечно. Ну ладно, давай. Кредица нет. Ну, в принципе, всё так. Стандартно. Стандартно, очень стандартно, нет какого-то прям такого вау. Но вот я смотрю про японские такие языковые школы, один в один. Один в один. Один в один. Вот видите, даже шторки какие-то жарились с этим, со значком. И смотрите, минус в том, что нас сейчас заставляют надевать вот эти маски. Серьёзно? Вообще логику. Прям вот вы сидите в этих масках? Я нет. Нет, вот они заставляют, первые три дня студенты сидят, потом начинают реально потеть. Потихоньку так снимаем, снимаем и так расслабляется. Но в масках обязательно. Маски нельзя. Ну, маски, конечно. Слушай, ну здесь вот прям по одному и не спишешь ни у кого, да? Когда экзамены вообще сложно списать, потому что вот здесь в ряд сидит несколько человек. Три ряда всего лишь. Ряд, посередине ряд и третий ряд. Ты тоже с таким сидишь? Нет. Нет? Нет. Все сидят. А учебники вам выдают бесплатно или вы покупаете? Учебники нужно покупать. На семестр? Вот сумма, кстати, есть. 12 тысяч вон, один учебник. Один учебник. А сколько их надо вообще? Вот таких четыре. Плюс. Все, вот такую надо голубенькую. Все, спасибо за экскурс. Очень было интересно. Идем дальше. Функционально, но аскетично. Нет каких-то там роскоши и изысков. Это не про Корею. А в Китае как? Я учился на юге. И там вообще не было отопления в школе. В университете. Там даже отопления нет на учебнике. То есть, там реально мы приходим, мы сидим с курткой. И ты хочешь Китай? Да. Или тебе жестка очень нравится? Там весело. Там другая просфера, там нет стресса. Это ида богов. Еда богов я ее называю. Вот это тоже еда богов. Я тебе сегодня дам попробовать. Это так себе. Их даже в Россию поставляют. Я, короче, тоже хотел их в Россию поставлять. Там какой-то косметический магазин я когда искал, кто их поставляет. Кто-то это поставляет. Иван, где мы находимся? Мы находимся на моем районе. Я сюда переехал недавно в отель. Вот это твое отель? Да. Просто я его хочу вот так. Дерматолог написано. Стоматология. Видите, это такой русский район. Тон-де-Мон называется. Я очень часто вам его показывала, снимала. Здесь русские магазины находятся всякие там. Сейчас, друзья, мы посмотрим, как живут студенты в Корее. Рум-тур у нас будет, да? Да. Каникулы. У него каникулы. Мы, кстати, не сказали, что у тебя каникулы. Люди думают, что ты прохлаждаешься. Так, тут вот, как всегда, друзья, заходим. Такой небольшой коридорчик. И идет обязательно ступенька. О, это все? Да, я тебе про это говорю. Офигенно. Вот, друзья, вам и рум-тур. Да. Собственно. Ну, зато вид какой, смотри, а ночью здесь вообще красиво, наверное, да? Да, я тебе говорю, самое главное. Здесь вот это вот дизайн-плаза. И почему она мне запеняет кафе? Да. О, что там? Холодильник. Зато он мне какой-то подарочек, говорит, купил. Знает, да, кому? Смотрите, друзья. Касса и колбаса. Это не все. Еще? О, май гад. Курт. Вот это Ким Сонган сегодня будет тестировать. Много видео. Спасибо большое. Ага. Так, сейчас покажу вам санузел. Вот так вот выглядит здесь все. Полотенце, так как это отель, полотенца новые ему меняют. И сколько ты платишь за этот отель? 350 чонников. 350 тысяч вон в месяц. Да. Без залога, без ничего. Из-за того, что здесь очень красивый вид. Здесь также на девятом этаже, на десятом этаже сдаются комнаты, на седьмом. Из-за этого сюда заехало много людей именно сейчас. Вот, друзья, 300 баксов за вот такую вот комнатку. Людям интересно, где жить в Сеуле без пуджика. Без залога. Пуджик – это залог, друзья. Потому что залог, реально, даже миллион кто-то не хочет платить. Так, друзья, рум-тур контента у нас получилось очень мало, поэтому идем снимать другие этажи. Сейчас покажет Иван кухню, где можно готовить, когда вы здесь живете. Вот. Вот кухня, друзья. А этим холодильником вы можете пользоваться, да? Тут нужно где-то наклеечку взять, либо у себя в комнате оторвать лесочек. И приклеивать на свои продукты, да? Здесь все хранится. В общем, микроволновка, и все, да? То есть газовой плиты нет. Он запрещает газовую плиту. Так, еще что-то есть? Да. Что-что-что? Велком. Почему желанный вдруг? А, это прачечная, да? Да, у кого-то она готова. И, в общем, кидаешь сюда копеечки, да? Сколько ты говорил? Чонун? Два чоника, стирка, два чоника, сушка. Это сушильная, это сушильная. А порошок свой? Либо вот этот можно залить, но я пользуюсь этими капсулами. Да его нету. У меня свои капсулы есть. Так вот. Мы на крыше. Нет, я когда-то ходил, тот раз огурчики были. А, да? Огород. О! Круто, да? Короче, мы, друзья, решили, что раз уж мы находимся на русской улице, почему бы не сходить нам в монгольский ресторан? Вот, кстати, и нереально его найти, только свои знают. Да, за фури, према никакого знака, ничего. Ничего, никакой вывески, да? Да. О, здесь как шведский столб, что ли? Самими? Нет, нет, они все не говорят. Они по-русски говорят? Она знает название блюд по-русски. А-а. Пельменями? И хуйцай. Нет. Хуйцай. Нет. 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 Пельмени-то обычные, чай необычный. Это чай? Чай. Чай? Нет. Монгольский чай. Монгольский чай, друзья. Вау. Очень вкусно. Мой? Мой? Очень вкусно. Мой? Очень вкусно. Чай с пельменем. Вау. Существует еще. Классно. Мне нравится, что они тут откладывают от души. Да, очень много, большие порции. Поэтому я сюда прихожу, чтобы наезд. Часто ходишь сюда? Да. Ну что, рассказывай, Иван, чем он собрался угощать? Что это? Что это за блюдо? Это пельмени с чай... Чай с пельменями. Чай с пельменями. Пельмени в чай. Ну что, налетаем? А из мяса сделаны такие типа фрикадельки, да? Да. Угу. Так, а я буду пробовать, друзья, чай с пельменями. На вкус это просто пельмени с бульоном. Обычный бульон. Кстати, у них чай. Просто название такое. На самом деле это бульон обычный. Сейчас попробую, друзья. Хуйцай. Это баранина. Вот это, друзья, тоже достаточно вкусно. Будете здесь, пишите, Иван, почта вот здесь сейчас высветится. Инстаграм, почта. Они приехали мне на почту и пишут. Да, пусть пишут. Всё, пойдём. Да, пойдём. Друзья, мы пришли... Куда? Расскажи, куда мы пришли? Это Ахана. Образовательный такой клуб для детей, для взрослых. Также здесь приходят. Спортом занимаются. Здесь увлечения найдутся для всех. И именно здесь занимаются те дети, которые вот в Корее прожили всю жизнь. Может быть, они даже ни разу в жизни не были в России. Они плохо разговаривают по-русски, даже такие есть. Как мои. Да, но при этом родители их хотят погружать в эту русскую среду. То есть я говорю здесь по-русски, я и обучаю их футбол. А ты здесь что делаешь? Я футбол обучаю деток. Вот. Мы прямо у нас сейчас там физкультура бывает. Мы делаем перерыв нам на растяжку, когда им надо есть футбол, волейбол, футбол, ой, баскетбол поиграем. Маленькие дети, да? Да, ну да, там 6-7 лет, стар, может быть, 5-10 лет. Здесь проводится как раз занятие. Дети тут занимаются, взрослые. Смотри, вот эти степы, на которые нужно наступать. На них даже взрослые приходят. Девушки и растяжку делают очень серьезно. Специально тренера приходят. Вот такая красота. Друзья, идем заниматься футболом. И это только полдня прошло. У студента еще вечер. Ну да. Все, дошли? Да. Ура. То есть здесь любой желающий может вот так прийти и позаниматься? Я думаю, да. Друзья, по стечению обстоятельств мы познакомились еще с одной нашей девушкой. Как вас зовут, кстати? Меня Аня зовут. Аня. Меня Ольга. Очень приятно. Расскажите, как вы в Корее вообще? Я из Украины. Из Украины. Центральной, да. А муж у меня из Нигерии. А вы где познакомились? В Украине. В Украине? Да, да. И из Украины потом в Корею приехали? Да, и сюда приехали. Как интересно. Целый такой вот прям интернационал. Мишель. Мишель. Помаши ручку. Привет. Мишель уже на скольких языках говорит? Она говорит на английском, на корейском, на русском. У нее русский как родной. И немножко по-украински. Ну так, учится. Ну вот, видите? Когда, как? Как попали? Шесть лет назад. Муж сюда тоже, как Ваня, приехал учиться на корейский язык. Сулган Университет. А мы за ним приехали. И вот остались. Живем здесь уже шестой год. И муж сейчас здесь? Отучился, работает? Да, муж работает, да. Он у меня шеф-ковар в очень классном ресторане. Называется Бонжур Гавайи. О, оставим ссылочку. Да, да. Гавайская кухня. Очень вкусно, классно очень. А вы преподаете что-то здесь, да? Да, я инструктор по фитнесу, да. И с детками занимаюсь. Ну, я профессионально. Вообще профессионально, да? Да, да. Это моя профессия, да. Я уже инструктор где-то лет 15. Ничего себе. Ну, если... Обращайтесь, друзья, я ваши данные оставлю. Вы вот в этом центре, да? Вот, у Хана. Да, да. О, молодец. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пресс делаем. Мелкая камера. Видел такие. что же друзья закончилась у нас футбольная тренировка тренер наш проголодался пришли вот чекинскую заказали курицу сидим вот расскажи вообще сколько у какие расходы у тебя сколько выходит в месяц расходов я начну начали страны вот у меня жилье выходит 350 также покушать в среднем в день 12-20 чайников это обед и ужин плюс еще транспорт ну то есть уже 600 плюс 350 950 плюс еще транспорт и плюс чем где-то нужно одежду купить еще что планы плюс 250 еще среди надежда транспорта и какие-то может развлечения тоже куда-нибудь будет снять получается в среднем один месяц миллион двести миллион триста как же беру деньги я ищу подработки в фейсбуке по поводу съемок модельные съемки в съемки в фоне и на заднем фоне походил где-то в дороге можно получить за один задний фон 18 180 за один иногда я могу подрабатывать учителем я работаю для русских детей но это маленький день и плюс я работаю учителем для корейки также преподают где это будет если деньги после работы после учебы я могу сходить на текпе здесь в сеуле тоже есть по грузчикам да друзья заработать всего ли можно такой огромный город для всех найдется какая-то подработка друзья подписывайтесь на канал развивай ты у тебя хорошо поставлено речи хорошо интересно рассказываешь мы шли уже домой мы нам встретились граждане россии и соблазняют нас таки просто принуждают к прогулке вечерней ночной это называемые систем клауд инженер в см интертеймент серьезно в см да я мотоциклист я стемный стемный инженер системный инженер я конечно хотел быть не системным инженером каким-нибудь звуковым инженером например там саунд инженером а не систем инженером ну так вот тун дэму красота юля рассказывай как докатилась до жизни такой давно корее живешь а почти 6 6 лет почти ну я работаю в торговой компании продаем алкоголь алкоголь что именно продается и в балтика или водка в балтика водка причем украинская водка сейчас поднимемся на самый верх и заснимем именно красивый вид там будут маленькие такие огонечки этого города просто с офигенной панорамой вы только посмотрите на это ай 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 я два года в корее два года в корее откуда я из москвы из москвы суши вообще если откровенно то я приехал потому что меня родной отец позвал я его не знал не видел лет 25 ничего себе он не нашел фейсбуке написал вот это да мне кажется твоя история достойна отдельного видеоролика а в москве вообще чем занимался до того как приехать в корее у меня айтишное образование и поэтому все там сколько лет восемь-десять я работал в эти компании продавцом так друзья если вы хотите прям вот и отдельное интервью пишите в комментариях хотим интервью от александра есть не сниму сниму отдельные интервью александр и вот сегодня оля катается на мотоцикле блогер иван давай его с ветерком